С начала суток на передовой произошло уже 105 боев. Больше всего российских штурмов на Кураховском и Покровском направлениях, отмечают в Генштабе Вооруженных Сил Украины. В СУ продолжают истощать наступательный потенциал оккупантов. Ну резервам не хватает для того, чтобы наступать сразу. Если мы берем только на Покровскую участок фронта, им не хватает резервов для того, чтобы там выполнять несколько задач. На Покровск непосредственно они наступление свое приостановили. И я говорю о том, что им сейчас не хватает сил для того, чтобы выполнять сразу несколько задач на этом участке фронта. То есть последовательно. Первое – треугольник Галлицинов-Канитая, Невевская и Красногоровка. Второе – Сидидова. И третье – наконец Покровск. Почему не хватает резервов? Ну потому что участник был переброшен в Курскую область. Плюс потери, безусловно, которые несут, наступая в стиле пехотных атак. Курская операция лишила Россию возможности маневрировать своими частями. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Конечно, противник сосредоточил на Покровском направлении наиболее подготовленные свои части. Но мы лишили его возможности маневрировать своими частями и перебрасывать свои части усиления с других направлений. Покровское направление, по сути, остается для нас самым проблемным. На других направлениях ситуация стала более стабильной. Поэтому я считаю, что эта стратегия была выбрана правильно. И она принесет нам желаемый результат. Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, в интервью CNN. На лиманском направлении украинские войска успешно отразили российские штурмы в районе Невского, Луганской области. Противник пытался наступать и в районе Новосадового, Донецкой области, а также Лозовой, Петропавловки, Синьковки и Волчанско-Харьковской области. Это реактивная система залпового огня РАК-12. Она помогает уменьшать количество российской военной техники на Харьковском направлении, говорят пограничники. Выконываем завдания на Харьковском напрямку. Выполняем задачи на Харьковском направлении. Работаем с установкой РАК. Уничтожаем противника. В общем, делаем все для победы. Мы один коллектив и должны быть взаимозаменяемыми, и должны быть опорой друг для друга. Бойцы 5-й бригады на Купинском направлении уничтожили зенитно-ракетный комплекс россиян, а пограничники отбили очередной, так называемый, мясной штурм оккупантов. Россияне пытались продавить нас пехотой. Пехота заходила мелкими группами. Пехота получала по полной программе. Задача, как я понимаю, у них была продавить наши посадки, выйти на нашу логистику, ну и дальше занимать следующие посадки, которые были за нами. Наши ребята – герои. Удержались и дали бой. Из-за того, что посадки очень густые, там в основном ориентировались по звуку. Если был визуальный контакт, туда тоже наваливали. Тем временем захватчики пытаются усилить оборону на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом сообщает партизанское движение «Атэш». Наш агент зафиксировал строительство новой линии обороны российских оккупационных войск в районе Вишневатого Запорожской области. В ходе разведки были обнаружены фортификационные сооружения, окопы, а также инженерная техника, включая экскаваторы, задействованные для укрепления позиций. Из-за опасений продвижения ВСУ российские войска значительно усилили деятельность по созданию дополнительных оборонительных рубежей. «Атэш» продолжает выявлять ключевые объекты оккупантов, разрушая их планы и ослабляя оборонительные возможности еще на этапе подготовки. Из сообщения партизанского движения «Атэш» в Телеграм. Общие потери армии страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения уже превысили 626 тысяч человек. За сутки было ликвидировано 1150 российских солдат, уничтожены 3 танка, 9 бронемашин, 26 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники россиян.